Артиллерийское училище, действие второе. И снова автобус, 183-й перевозчик. Сегодня, в самый длинный день в году, на улице с юмористическим названием Щербакова, случилось невероятное, хоть и очевидное. Белый автобус межгород породы ПАЗ снова попал в замес. Не прошло и суток. И что ошарашивает на том же самом месте, что и во вторник. Если вчера все радовались тому, как удачно у ПАЗика сломались тормоза, что он не остановился, а его по неведомой причине выбросило влево на первый встречный троллейбус, и ПАЗик избежал удара в стоячий микроавтобус, то сегодня случился отложенный замес. Сегодня создатель реальности показал, что должно было произойти вчера на этом же месте. Просто вчера он, по своей воле, отвел ПАЗик от удара лбом в корму, ограничившись касательным стыком с рогоносцем шестого маршрута. Напомню, вчера перед ПАЗиком 182 номера, сообщением Екатеринбург-Двуреченск, внезапно остановился Рено Логан, а за ним японский минивэн Toyota Hi-Ace. Пилот автобуса нажал на среднюю педальку, но ПАЗик не тормознулся, а вылетел влево, цепанул хвостом Toyota и вкатился в бок троллейбуса. Сегодня практически на том же самом месте, плюс-минус считанные десятки метров, вчера адрес был Щербакова 142, сегодня 120, главную роль исполнил такой же белый ПАЗик, приписанный к той же компании Автоплюс, только не 182, а 183 маршрута, сообщением Екатеринбург-Арамиль. По вчерашней схеме, на полосе, ведущей в сторону Химаша, в левом ряду, для поворота налево, остановились болиды, синяя Toyota Avensis 2004 года выпуска, а за ней черный мелкобританский бездорожник Range Rover Sport. Они стояли, пережидали встречный поток и вдруг в корму Рейнджика залетел 183-й ПАЗик. Британец рванул вперед и атаковал Гипошку. Пилот Range Rover Никита рассказал порталу Е1, что при подлом нападении сзади он стукнулся головой, но от госпитализации отказался. По его словам, в ПАЗике здоровьем повредилась как минимум одна пассажирка и врачи скорой оказывали ей помощь. О степени тяжести увечий не сообщается. Напомню, что вчера пострадали три пассажира в ПАЗике, двух врачи отпустили домой, а третью женщину прооперировали в 24-й клинике. По картинке видно, что британец, у которого помятый и передок, и пердок, от удара выкатился на чужую и частично заехал на газон. Ущерб, нанесенный дорогому наглосаксонскому бездорожнику, его хозяин Никита оценил как большой, но без конкретных цифр. Напомню, что вчера на этом же месте первым неожиданно на левый поворот встал Рено Логан, который после замеса почему-то передумал поворачивать и невредимый уехал прямо, куда фары глядят. И ему повезло. Если бы у ПАЗика тормоза не сломались и его не бросило бы влево, то Логан получил бы такие же травмы, как сегодняшний Авенсис. А стоявший за Логаном минивэн Тойота Хай Эйс расшлистался бы, как сегодняшний Рейндж Ровер, но вчера создатель реальности почему-то передумал бить ПАЗиком в минивэн и увел его с линии огня. А сегодня он, Бог и Господь, показал, как все должно было случиться вчера. Ну что ж, ждем завтра на этом же месте ПАЗик 184 маршрута. Кто-то скажет, да ты что такой жестухий? Ты что, желаешь еще одного замеса с пострадавшими? Да, шутка. Нет в Екатеринбурге 184 автобуса.